Доброго дня, друзья мои! Вы на канале The New Woman, и сегодня мы с вами поговорим о том, чем заняться после выхода на пенсию. Идея создания этого видео от вас, потому что очень много комментариев поступило после последнего видео, и много негатива, где вы пишете о том, что вот у меня маленькая пенсия, вот у меня маленькая пенсия, я не могу так одеваться и так далее. И вот я решила вам показать, что очень важно именно отношение к жизни. И мы читаем первый комментарий, где женщина пишет о своей тёте, которой за 90, а она каждое утро проходит несколько километров, у неё водные процедуры, лёгкий завтрак, и она вообще источник энергии и вдохновения для своей племянницы. Замечательный, позитивный пример. Очень важно, как мы себя ощущаем. Если ты чувствуешь, что ты жертва, вот у меня всё плохо, вот у меня маленькая пенсия, так и будет всё плохо, в том числе и здоровье, и ощущения безысходности. Если ты начинаешь действовать, появляются цели, интерес, азарт, какие-то результаты и радость жизни. А вот второй позитивный пример. Галина пишет о том, что ей 59 лет, в прошлом она инженер-экономист, и она закончила курсы моделей у Вячеслава Зайцева. Сейчас осваивает итальянскую систему кроя, а в прошлом она кроила только по бурде. И, может быть, она покажет нам свой гардероб, во всяком случае она это пообещала, а я ей буду об этом напоминать. И от её комментария исходит ощущение именно энергии и радости жизни. Замечательно. Так кто каждая из нас? Она жертва или она всё-таки способна активно действовать? Сейчас я обращаюсь именно к тем женщинам, которым... И вот чуть-чуть их подколкни, и они дальше пошли и сделали что-то для себя. А я вам гарантирую, к вашей пенсии 9 тысяч рублей, вот гарантирую, ещё 9 точно можно заработать. А кто-то и гораздо больше заработает. Итак, мы с вами перешли на веб-сайт Ольги Таевской. Очень хороший, очень содержательный веб-сайт. Откуда деньги? Деньги идут с рекламы. Мы посмотрим. Контекстная реклама есть в самом верху, и вот сейчас мы её увидим в самом низу. Страница заканчивается, и вы увидите рекламный блог. Люди переходят... Кстати, я вам покажу статистику этого веб-сайта. Вот внизу вы видите рекламный блог. Вот откуда деньги. Этот сайт был создан очень давно. Посмотрите, архивы 98-го года. Эта женщина заранее позаботилась о том, чтобы себе создать рабочее место, дополнительный доход. Сейчас ей около 70 лет. Вот, пожалуйста, у неё есть дополнительный источник дохода. Каждая женщина может тоже себе так создать. Вот она платит за хостинг, потому что у неё, скорее всего, на WordPress создан сайт. А вы можете в блогере сделать и вставить рекламу, и сразу же получать денег. Будете привлекать к себе аудиторию интересными статьями. Тем, что вы будете какие-то ссылки давать в социальных сетях. Вот статистика её сайта. Посмотрим, сколько людей это смотрит. Каков потенциал этого сайта. Мы можем создать что угодно. А если люди не видят, не будут кликать, и денег тоже не будет. Посмотрите, статистика хорошая. Вот, замечательно. Это один из самых первых веб-сайтов женских, которые были созданы в Рунете. Молодец, Ольга. Каждая из вас может сделать. Итак, на блогере создаём бесплатную платформу. Ничего не платим. Сразу вставляем рекламу. А потом, если дело пошло хорошо, можно всё это перевести на веб-сайт, который будет на системе WordPress. А мы тем временем переходим ко второй даме. Она тоже создала веб-сайт. Она с 45-го или 46-го года рождения. Это Галина Лушанова. Введите в поиск имя и фамилию Галины Лушановой. Увидите очень много разных статей, где она каким-то образом принимает участие. Она везде. Посмотрите, вот она в социальных сетях. Сейчас посмотрим, как она деньги зарабатывает. Её сайт посвящён здоровью. На моей памяти она уже лет 10 этим занимается, то есть тоже заранее позаботилась о себе. Вот откуда деньги. Курс по здоровому питанию 5200. И здесь же недорогие курсы 350 рублей. Очень грамотно и правильно. Человека заинтересовали её статьи, он решил за 350 что-то купить. Посмотрел, увидел, что толковая информация, проникся доверием и, может быть, купит за 5000. Вот так вот человек зарабатывает деньги. Создал себе дополнительный источник дохода. Кстати, настало такое время, когда мы не можем стоять на месте. Нам нужно всё время осваивать какие-то новые источники доходов, новые знания получать. И мы сейчас увидим, что Галина уже будучи в возрасте за 70 получила вот эти сертификаты. То есть она деньги, полученные вот с этих учебных курсов, она вложила в себя. Это тоже немаловажно. Каждая из вас может найти направление, которое ей интересно, которое будет востребовано другими. И заниматься. Вы скажете, ой, всё уже сделано. Неправда. Вот вы сегодня создали веб-сайт, а завтра за вами выстроится очередь таких же людей. Понимаете? Никогда не поздно. Безусловно, чем раньше, тем лучше. А мы с вами перешли на торговую площадку Etsy. Это веб-сайт, на котором люди торгуют. И направленность у него такая. Там винтажные вещи, рукоделие, сувениры, какие-то приспособления для рукоделия, ювелирные украшения. Вот меня заинтересовали эти матрёшки по 33 доллара. Ну, мало ли кто что выставил. Главное, сколько продано. И мы смотрим. Продано 610. Очень хорошо. Смотрим, какой ассортимент. Всё это, как бы это деликатнее выразиться, вот такой вот винтажный, как бы вот такой хлам, который где-то в магазинах, секонд-хенд, вероятно, или комиссионные магазины, если говорить о российских реалиях, добывается. 13 страниц этого добра, 610 продаж. А вот вам ещё одна идея. Пончо. Стоимость 206 долларов. Посмотрите, геометрическая форма, лицевая гладь. Никто не скажет, что мне не подошло по размеру, потому что размеры будут указаны. Так. Вот человек торгуют. А мы сейчас посмотрим, сколько сделано продаж. Потому что, ещё раз скажу, можно что угодно выставить, главное продать. И мы смотрим. Сейчас мы увидим. Так. Здесь 200 с чем-то продаж. Помножьте 200 хотя бы на 206, у вас появится информация, о какой сумме идёт речь, доходов. И, во всяком случае, дополнительных 9 тысяч рублей каждая может иметь. Так начинаются возражения. Ах, я плохо вижу. Ах, я это буду вязать полгода. Неправда. Сейчас я вам покажу, как это всё можно легко организовать. Во-первых, вы можете найти людей, которые за вас свяжут. И вообще что угодно сделают. Много есть людей, которые обладают какими-то практическими умениями, но не могут это предложить. Найдите их. Так. А мы с вами покупаем вязальную машину Нева. Посмотрите, как дёшево они стоят. Можно найти недорого, в хорошем рабочем состоянии и вязать вот такие вот палантины, пончи и предлагать их. Себестоимость не будет высокой, несмотря на то, что это большое полотно. Во всяком случае, 206 долларов – это существенная сумма. Вы покроете все свои расходы. И первой же проданной вещью вернёте вложенные деньги, вот в вязальную машину. Понимаете, очень важно видеть источники развития, источники доходов, возможности видеть и позитивно относиться. А у того, кто не хочет, у него никогда ничего не будет. Так, мы с вами перешли на Инстаграм. Инстаграм – это место, где люди зарабатывают деньги. Вот этой даме за 70, 75, насколько я помню, вот, она создала аккаунт на Инстаграм, и у неё 52 400 подписчиков. Вот она так наряжается, фотографируется и зарабатывает таким образом деньги. Ах, скажут, у меня нет таких нарядов. Ничего страшного, я вам сейчас покажу, как можно, не наряжаясь, зарабатывать деньги. А вы знаете о том, что вы можете собирать картинки любые и на своём аккаунте их ставить, указывая источник. То есть вы должны указать, что это Style Chrome. И когда у вас будет много картинок, у вас будет много подписчиков, и вы тоже будете зарабатывать деньги. А есть ещё возможность иметь закрытый аккаунт платный. Например, есть такая дама из Израиля, которая показывает сервировки. То есть такие вот салфеточки раскладывает. У неё есть бесплатный аккаунт, на котором она рекламирует свой платный. А там она за 1000 рублей предлагает вот этот вот. И у неё, насколько я сейчас знаю, 40 есть платных. То есть она вот так вот создала себе дополнительный источник доходов. И в самом-самом конце я вам покажу идею, которую я бы осуществила, если бы у меня не было моего Baby. Это мой канал, который я обожаю, и которому я уделяю всё своё внимание. И днём, и ночью, в буквальном смысле. Я бы создала небольшой, такой изысканный, красивый бутик, где бы торговала одеждой в стиле Буха. Причём не обязательно арендовать помещение, платить за коммунальные услуги и прочее. Это можно сделать онлайн и торговать на весь мир. А я вас знакомлю с двумя элегантными дамами. Они не россиянки. Ну и что? Вы можете создавать свой бутик и торговать на весь мир. Не надо ориентироваться на свой город и даже на свою страну. Вот, пожалуйста, одна из них. Что бы я сделала? Я бы купила какую-то модель, распорола бы её, у меня появились бы первые лекала. Единственное, что хочу сказать. Если вы что-то будете создавать, не создавайте это со своими друзьями. Вы и друзей потеряете, и бизнес можете не создать. Только посторонние люди. Чтобы, если вам что-то не понравилось, вы сказали «до свидания» и всё. А сейчас познакомимся со второй дамой. Посмотрите, какая прелесть. Вот, тоже создала себе бутик. Можно сделать онлайн, ещё раз говорю. И торговать на весь мир. Это видео было полезным. Поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Я не буду отвечать на индивидуальные вопросы, касающиеся вот этого. Но напишите, что вас заинтересовало. И в какой-то форме мы можем продолжить этот разговор. Я убедила вас в том, что можно заработать дополнительно деньги. Что можно жить и радоваться. Надеюсь, что да. Вы были на канале The New Woman. Хорошего дня и настроения. До свидания.